привет сегодня я хочу показать как можно сделать украшение из пакетов вот это украшение такой мячик он легкий я его делала из пластиковой пряжи которые сделала из пакета да можно сделать любого цвета любого размера вот но потом мне пришла идея как можно не тратить много времени делать как бы пряжу а потом делать вот такой помпон украшение я это наверное придумал можно два года назад но сейчас только с вами решил поделиться сейчас я покажу как можно это сделать можно взять любой пакет вот у меня рваный поэтому не его не жалко когда ты начинаешь работать с пакетами то ты уже их воспринимаешь как рабочий материал да и уже жалко там лишний раз порезать или использовать что мы делаем вот ручки ручки с этой стороны нос и вот у меня вот такая вот картон очка на можно любой взять размер наверное если размер книги можно на книгу обернуть если если наверное больше размер нужно будет не один пакет этот проект я показывал из одного пакета то что мы делаем мы вот краю так прикладываем вот так получилось у нас вот обмоталась один раз но это у меня такой размер если интересно могу померить какого размера у меня картонка вот так картонка нам нужно для того чтобы просто сложить и все потом еще хотел сказать у меня ну вот я буду завязывать меня от ручки от я не выкидываю когда делаю пряжина я не выкидываю вот эти части вот ручки достаются от пакета и вот эти вот такие вот части где спайн пакет я не выкидываю я из них потом покажу что можно еще сделать какие разные проекты можно украшения то есть вот у меня ручка я ей буду завязывать можно завязать пряжей из пакета или любой другой пряжей вот у нас так получилось я снимаю на картонка мне нужно было для основы чтобы сделать форму вот посередине берем вот так вот и завязываем еще такой секрет когда мы завязываем его так на один узел один раз только обкручиваем да он может развязаться особенно если вы завязываете из пряжи когда мы вот так вот берем вот так один еще раз вот так вот два раза вкручиваем и завязываем тогда у вас он не развяжется сразу то есть вот так вот завязали на один узел стараемся не тянуть если вы из пакета пакетом завязываете так вот подвинули еще на один узел второй узел уже делаем один раз вокруг обкручиваем и завязываем вот я завязала на так у меня получилось что мы делаем дальше вот у нас мы как сворачивали пакета теперь моего вот так вот по бокам разрезаем я вот так вот посередине разрезали вот эти вот где ручки были можно вот так вот отрезать очки здесь вот можно тоже так вот отрезали и что мы делаем сейчас очень все просто и легко вот этот пакет то что мы завязали да мы его можем по той же длине отрезать если мы не нам не нужно делать такую веревочку для подвешивания если вы хотите сделать веревочку то можно сразу или другой ниткой или потом можно подвязать или вот я приготовила можно просто пряжей сделать сразу длину которого нужно и дальше очень легко просто берем и расправляем разберем вот так вот и вот так вот расправляем вот у каждой часть вот у меня здесь вот край пакета да я могу его либо оставить как есть либо можно вот этот вот кончик отрезать можно даже ничего не отрезать это я уже просто придираюсь я интересный сможете распределить по идее вот и все если вы торопитесь можно ничего там не обрезать не подрезать если вам нужно украсить там на день рождения что-то или вы на улице отмечаете кто-то праздник до украсить праздничное место но вот такой как бы мячик у меня получился это может быть если вот что-то торчит да вам не нравится так вот чуть-чуть можно подровнять где-то если нужно но обычно если вы до этого все подровняли ничего и вот такой симпатичный мячик у меня получился он его можно сделать любого размера можно украсить сделать как подвесную люстру да как на улице вот таких много мячиков сделать положить на стол как украшение на столе любого размера чем преимущество я уже говорила это пакет он сохраняет форму он выдерживает дождь то есть если вы заранее украсили на следующий день дождь отмечать ничего не случится вот так что еще такой момент то есть вот это мы сделали еще можно так как я говорила что я делаю пряжу вот это из пряжи сделано поменьше можно сделать любого размера зависит от того на что вы накручиваете если вы делаете очень большой такой как огромный мяч то нужно будет не один пакет я думаю нужно будет там зависимости от того то есть вот это из одного пакета большой наверное четыре пять пакетов может если совсем огромный мячик вот так я говорил что они выбрасывают это ручки до отработаны то есть когда делаем пряжу мы же ручки так отрезаем вот то из них тоже можно сделать такой же мячик то есть что мы делаем то есть можно сделать разноцветные тут одного цвета если вы несколько пакетов используете или делаете из ручек то есть вот так вот ручки то же самое накладываем на друг на друга разного цвета можно даже сделать так разноцветные ручки накладываем я думаю что где-то хотя бы 12 нужно раз два три четыре пять пять семь восемь девять десять вот я сделала 12 ручек положила возьму возьму какой-то вот пакет делаю посерединке точно так же завязываем можно пряжу я вот сейчас на один раз вяжу можно один раз даже завязать никуда не денется да вот так вот беру здесь края ровненько подрезаю что все одинаковые да видно вот так подрезаем теперь беру вот так вот все расправляю может быть 12 может быть 12 мало сейчас посмотрим больше нужно ручек положить вот так вот каждую ручку расправляем вязать поэтому она зла просто вот так вот расправляем на я думаю больше надо сделать вот я сделала 12 я бы сделала еще немножко потому что чтоб он получился такой более объемный и тоже вот можно подрезать вот так кончики еще на 4 я пручки или 6 добавила на подрезать и вот вот такие вот можно сделать украшения для улицы или для дома на праздник на день рождения и так далее так что пробуйте если вам нравится видео ставьте лайки и пишите мне если есть предложение или есть какие-то идеи спасибо пока